Ребят, всем привет! Не собирался я видео это записывать, но вынудились записать, потому что в очередной раз в тему пришел человек и начал, извиняюсь за выражение, засирать мозги людям, которые хотят понять, как и что работает в PES. Сейчас конкретно говорю о тебе, Faze Dragon, надеюсь, ты это видео посмотришь. В следующий раз, когда будешь что-то кому-то объяснять, пожалуйста, задумайся вообще, стоит это того или нет. И может, стоит зайти в игру и хотя бы на минимальном уровне это проверить. Это все делается просто, заходится в тренировку и за 5 минут все проверяется. А я это проверяю уже на протяжении нескольких лет. Более того, если мне кто-то не доверяет, то вот этого человека вы прекрасно знаете и к его опыту и знаниям, надеюсь, у вас нет вопросов. Слушаем, что он говорит про вот эту позицию, расстояние между игроками. С позицией мы в этого практически замечать не будем, поэтому на этот пункт можно особого внимания не обращать. Расстояние между игроками. Здесь наиболее сложный момент, поскольку многим кажется, что это то, насколько далеко игроки расположены друг от друга. Нет, это совсем не так. Расстояние между игроками имеет под собой тот факт, что чем выше эта шкала заполнена, тем больше игрок будет открываться для получения мяча, тем ближе он будет подходить к владеющему мячом игроку, чтобы получить пас. Чем ниже эта шкала, тем дальше игроки будут, грубо говоря, располагаться друг от друга при игре с мячом. Понимаете, да? Чем выше шкала, тем ближе игроки будут к вам подходить и открываться под пас. Чем дальше, тем дальше они будут располагаться друг от друга. Хорошо или плохо, опять же, решать вам. действия ну как то вот так в общем сейчас я покажу в тренировке смотрите здесь конечно же очень много будет зависеть еще от остальных настроек тренера да ну мы для частоты эксперимента поставим контроль меча короткий пас никто не говорит что при минимальном значении этой шкалы игроки вообще не будут открываться естественно они будут открываться но они это будут делать не так активно например нападающие не будут сильно выдвигаться в центр поля до чтобы получить пас от полузащиты или защиты они грубо говоря будут располагаться на линии офсайта при максимальном заполнении этой шкалы центральные нападающие могут чуть ли не до середины поля назад выдвигаться ища позицию для того чтобы получать получить мяч от владеющего мячом игрока получить пас от владеющего мячом игрока я думал что этот вопрос уже давным-давно решён и все это всем известно но оказалось что граждане типа фейс дрэгона имеют на все свое мнение и это неплохо с одной стороны иметь свое мнение но когда это мнение абсолютно не соответствует действительности и больше путают это неправильно давайте сначала включим минимальное и посмотрим что будет происходить на поле мяч центре поля минимальный да то есть игроки располагаются максимально далеко друг другом то есть о чем я говорил они не открываются практически вот они стоят видите это сейчас у нас еще включен короткий пас поэтому достаточно близко располагаются если у нас будет игра на контратаках и длинный пас то игроки будут располагаться гораздо дальше поэтому как я написал в посте для игры в длинный пас соответственно нужно короткую полоску но в общем то понятно да теперь включаем ну давай пускай вынесет мы отберем мяч и перейдем в центр поля и включим короткую полосочку сейчас просто обратите внимание как будут себя вести игроки при этом настройке максимально часто и да напоминаю смотрите побежали салах ман и они ищут позиции для видите они ищут место на поле для того чтобы получить передачу они постоянно перемещаются ман и оттягивается салах оттягиваться нас забегает защитник оттягивается постоянного можно спокойно разыгрывать треугольники не боясь потерять мяч на длинные передачи видите подтягивается как близко игрок салах отступил до забросик идет мы не будем забивать чтобы видите какая плотность игроков возникла сразу поэтому face dragon я реально не хотел чтобы вот таким образом это проверять но ты меня вынудил чтобы все еще раз у тебя не было бреда подобного тому который ты пишешь ведь и постоянно идет перемещение игроков они постоянно открываются под мяч смещаются бегут боком до бегут назад открывается в штрафной арнольд он побежал видите вот как то так я надеюсь что этим вопрос закроем и в будущем не будет таких непонятных постов и непонятно сбивая новичков хотя бы казалось это проверить вообще заняло у меня три минуты хотя мне особо много времени вот надеюсь я ответил на вопрос спасибо всем пока